Бендерская крепость как декорация для съемок. Татьяна тут снимает онлайн-тренировки, чтобы ее зрители могли заниматься у себя дома, пока все тренажерные залы закрыты на карантин. Но интерес представляет не только упражнение, но и судьба самой спортсменки. Вы теннисистка, мастер спорта по теннису, тренер, плюс вы бегали марафоны и некоторые издания еще делают приписку киборг. Есть такой официальный термин? Да, есть такой термин. Он американский, но есть такой действительно термин, потому что люди, которые ходят на протезах или используют какие-то металлические, бионические конечности, их называют киборгами. Примерно пять лет назад Татьяна Воротилина, молодая успешная спортсменка, поехала отдохнуть в Азию. Там ей пришла идея открыть школу тенниса, но вмешался злой рок. Девушка попала в страшную аварию. Я бы, возможно, не стал на это берет внимание, но вы на самом деле в социальных сетях так и пишете. Да, ну так получилось. Каким образом это было? Вы ехали... Я ехала на тренировку, меня подвозил друг, и на нашу полосу выехал грузовик, немножечко зацепил переднее колесо, шипы переднего колеса зацепили ногу, байк улетел влево, а я улетела вправо под заднее колесо, и мою ногу намотала на колесо. Ну, а потом я еще полетела против движения транспорта 15 метров, так что мне несколько раз очень сильно повезло, что меня там не переехала фура окончательно. А потом мне повезло, что меня привезли в больничку, где была моя группа крови, потому что в Азии с моей группой крови всего один процент населения. Дальше долгое лечение, возвращение в родной Киев и поиск врача, который согласится провести ампутацию. Ну, чтобы вернуться в спорт, чтобы играть в теннис дальше, чтобы бегать, чтобы жить активной жизнью, а не сидеть в офисе, хотя большинство врачей там и так людей настаивали на том, что это же твоя нога. Чтобы было понятно, был вариант оставить ногу, например, вы бы могли ходить, но о спорте не было бы ни колечья. Ага, и вы решили вот пойти на такую... Ну да, ну как бы, да, для меня это очевидно, да. Мне как-то повезло с, во-первых, с моим отношением к жизни, с моим отношением к спорту и с теми людьми, которые оказались рядом. Рядом со мной в тот момент оказались классные друзья, которые решали все технические вопросы, и моя задача была только выздоравливать максимально быстро. И у меня не было, ну, то есть у меня не было времени на то, чтобы попереживать. Вариант ходить всю жизнь с палочкой Татьяна отсекла. Она предпочла научиться жить с новой ногой. Сначала протез был простым, потом уже более технологичным, с которым и спортом можно заниматься. Недавно и вовсе в арсенал добавилась специальная беговая нога. Отличие в том, что она очень круто амортизирует. Отличие в том, что она выглядит очень футуристично, да, так по-хипстерски. Там просто пружина огромная такая сзади, она еще занимает тут как бы я, и тут еще пол ноги такая штуковина большая, много ее. Она очень классная, она тяжелее этой. На ней ходить неудобно, на ней удобно бегать, потому что она очень хорошо дает амортизацию и очень хорошо отпружинивает. То есть она возвращает инерцию и получается очень классный такой беговой шаг. И на ней очень легко, допустим, прыгать на скакалке. Под каждый вид спорта на самом деле есть нога своя. Есть нога для сноуборда, есть нога для дайвинга, для велосипеда, для альпинизма, для всего есть нога. И да, в будущем я хочу, чтобы у меня был такой шкаф. У меня там куча ног разных. Для разных. Да, 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 да. Но обязательно хочу ногу для каблуков. Как бы это же. Для официальных выражения. Ну да, но я же девочка как бы. В Приднестровье Татьяна оказалась уже когда границы были закрыты. Любовь оказалась сильнее пандемии. В Бендерах живет ее муж. Он помогает снимать тренировки и поддерживает во время спортивных мероприятий. На счету спортсменки уже не один марафон. Я не бегаю марафоны в высоком темпе. Ну, на самом... Ну, 42 километра за 5 часов. Это считается невысокий темп. Ну, конечно. Ну, понятное дело, что... Это медленно. Это очень медленно. Знаете, какой мировой рекорд в марафоне время? 1.59. Да. Да. То есть... А вы мне говорите 5 часов. Понимаете, да? Ну... Люди бегают за 2 часа. А я тут... Ну, как бы... За 2 часа это фантастика, конечно. Но много людей бегают в марафон за 3 часа. Привет, привет! Спасибо! Какие планы, когда каротин закончится? Что сделать в первую очередь? Что сделаю в первую очередь? В первую очередь, наверное... Поеду купаться в море. Я уже очень соскучилась по морю. Потом обязательно какой-нибудь забег, потому что я очень соскучилась по атмосфере, но именно не онлайн забег, а живой забег. Очень соскучилась по танцам. Я последние полгода увлеклась к зомбой, и сейчас очень не хватает вот этих вот всех тренировок. Ну, и, конечно же, обнимашки с друзьями. Ну, это, естественно, мы по этому очень соскучились. Да. Спасибо вам огромное. Ваша история очень воодушевляет, мотивирует. Так что пусть все цели обязательно получится достичь. Спасибо! Очень приятно. Продолжение следует... Продолжение следует...